В Рио губернатора Беглов время от времени посещает наш район и каждый раз оставляет внушительное количество поручений для районной администрации. Мы поговорили с жителями комплекса «Зима-Лето» и узнали, какие еще проблемы существуют на этой территории и как их в данный момент устраняют. Одним из главных вопросов до сих пор является качество воды. На данный момент в один из домов должны установить специальные системы очистки. Спустя некоторое время проведут очередные анализы и определят, нужно ли это для остальных зданий. Жители твердо стоят на своей позиции. Тем более в сентябре внутри квартала откроется новая школа. Там вода должна быть чистой в первую очередь. Работы по подготовке школы к первому сентября охватывают все – от стен здания до благоустройства стадиона. На последнем рабочие уже успели положить специальное покрытие. По словам производителя, оно выдержит пять лет активной эксплуатации. Не забыли и про территорию вокруг. На пожарном въезде планируются ворота с калиткой, а по периметру уже высадили живую изгородь. Чтобы в образовательном учреждении не было проблем с водой, жители настаивают на установке специального оборудования в школе и детском саду за счет застройщика. Началось благоустройство набережной реки Охта. В скором времени жители зима-лето смогут прогуливаться вечерами по освещенной улочке. Только вот электрические сети, по их мнению, должны быть подключены не к их домам, а к городским сетям. Набережная – городская территория, а не частная. Еще один болезненный вопрос – железнодорожные пути на всей Охтинской ветке, включая и мост через реку. Мы не так давно начали плотно заниматься проблемой транспортной доступности в наш жилой комплекс и столкнулись с такой проблемой, как бутылочное горлышко на железнодорожном переезде, которое расположено недалеко от нас. Не так давно начались демонтажные работы железнодорожных путей и мы увидели и очень обрадовались этому. Но мы также знаем, что эти железнодорожные пути, они пролегают через железнодорожный мост, который расположен совсем рядом с нашими домами. Поэтому, конечно, большой мечтой наших жителей является превращение дальнейшего этого железнодорожного моста в пешеходный, велосипедный. Местные власти инициативу поддержали. По словам Манефа Королевой, это решение поможет жителям комфортно перемещаться на другой берег реки Охта и к главным паркам района. Уже сейчас ремонтируется пирс, на котором в будущем установят специальное деревянное, но устойчивое к влаге покрытие. Также Беглов дал указание, что река должна быть очищена. Однако без Охтинского коллектора это сделать невозможно, поэтому сейчас необходимо дождаться окончания строительных работ. Но ни одним благоустройством занимаются активисты. Они хотят на законодательном уровне запретить работу круглосуточных магазинов в многоквартирных жилых домах, чтобы обеспечить тишину по ночам. Вдобавок, молодые мамы жалуются на то, что им приходится водить детей далеко от дома, в ближайшую поликлинику. Поэтому они просят передать первый этаж дома на проспекте энергетиков Корпус-2 под педиатрический кабинет. Таким образом, по всем направлениям идет активная работа. Жители искренне надеются, что большая часть из них решится уже к концу этого года. Елизавета Фролова, Ольга Казанцева, Борис Аксенов, Екатерина Тестова. Специально для КАИнсайдер. Субтитры создавал DimaTorzok